всем привет меня зовут александр абрамян и добро пожаловать на мой youtube канал сегодня новая рубрика это рубрика интервью и первый гость у нас эмиль доктриан эмиль доктриан топовый фотограф краснодара топ 100 фотографов россии по версии майведа победитель многочисленных конкурсов и просто хороший человек также он ведет мастер-классы и сам постоянно обучается попробуем пообщаться зададим свои вопросы эмилю привет эмиль еще раз и добро пожаловать ты первый гость на канале в этом формате я надеюсь что у нас все получится и я очень рад тебя видеть спасибо саш привет спасибо большое что уделил время свое приехал к нам в краснодар как тебе город город отлично все здорово спасибо так скажи пожалуйста сразу начну с вопросов вопрос первый в принципе мне очень интересно чем ты занимался до фотографии где-то работал или что или ты сразу был фотографом как бы прям изначально до фотографии я как и все учился в школе вот и первые любительские кадры я сделал в школе вот то есть уже со школы стал проявляться интерес вообще фотографии к искусству начался он с ранних лет как художественному искусству то есть я любил рисовать что-то там мастерить делать вот окончил школу закончил юрфак юрист до юрист по образованию по специальности так таки не удалось поработать в институте ты тоже снимал до 6 из школа в институте я постоянно снимал своих друзей это было было мыльница я уже не помню какая в общем тут же ходили проявляли в ближайшую лабораторию то есть то время когда нужно было сидеть и проявлять нет проявлять но пленочные пленку самому проявлять я это время не застал вот то есть этой магии я не видел только по рассказам только по рассказам вот наше время вот это был девяносто пятый шестой год уже можно было пойти в лабораторию и тебе через полчаса могли напечатать снимки вот потом что касается именно фотографии да ну вот начал ты со школы снимать в институте тоже снимал по специальности ты не работал да то есть после института ты сразу сразу стал снимать нет а что-то было но я пытался устраиваться там посвят по специальности там стажировки различные вот там торговлей занимался стройками то есть я я не мог искал себя да и вот где-то в 33 года я решил снять первую свадьбу с чего все и началось и сразу же вопрос в тему как это вообще случилось как случилось значит где-то лет с двадцати у меня появилась пленочная камера 2000 год пленочная камера canon вот и что в принципе потом последовало а чего потом и пошла мода на canon вот как мода то есть связь вот здесь есть да то есть первая камера будет canon она была такая полупрофессиональная вот я снял пейзажи ну как и все с чего-то начинают да очень много рекомендаций было похвалы от тех кто видел снимки говорили что тебе нужно заниматься как бы профессионально вот в клубах я не снимал я не застал как бы такое время еще интернета не было и я не знаю как каким образом но у меня в голове постоянно крутилось что я должен вот вернуться и что-то снять начать снимать никогда в голову не приходилось что это будет именно свадьбы а почему почему именно свадьбы на тот момент в 33 года это 2011 год 11 12 я покупаю 60d вот тоже непонятно ничего не снимаю особенного но и первая съемка такая прям вот съемка съемка перепадает в общем свадьба друзья знакомые говорят попробуй снять свадьбу там наших друзей и это была бесплатная съемка я очень переживал я готовился к ней и у меня получилось то есть понравилось да то есть эти кадры можно посмотреть я скинуть мы запустим посмотрим здорово а скажи вот и после этой съемки решаешь что как бы тебе нравится фотография тебе нравится свадьбы да я так понял и как бы уже начинаешь идти в эту сторону то есть когда стало понятно что вот ты прям становишься на дорогу свадебного фотографа дело в том что мне фотография всегда нравилось вообще мне хотелось что-то запечатлеть и оставить показать людям что вот это я сделал и чтобы это имело какую-то художественную ценность со своей стороны не просто как бы снимаешь и снимаешь вот хотелось какое-то признание и получается когда я готовился к свадьбе я просмотрел тогда уже появились куча роликов там ерванта геониса и бюсика вот больше всего мне понравился ерван он армянин понятно это причина я об этом много раз уже говорил да вот ну не знаю интересно это история вообще кому-то или нет мне кажется интересно я думаю вообще кто пришел допустим сам ерван пришел фотографию его отец был фотографом эфиопского короля вот с детства пришел к этому понимаешь вот а у меня допустим в семье не было творческих таких людей вот мне всегда хотелось на в художественную школу там маслом рисовать но никогда не получалось и родители не отдавали на кружок там что-то такого плана вот получается ервант вот очень сильно меня вдохновил на свадебную съемку я полюбил свадьбы я полюбил невест в хорошем плане как бы хорошем смысле этого слова мне нравится стали нравятся вот эти работы которые именно вот я и ерванта работы да если взять и и ну потом вообще мировые мировых художников фотохудожников фото журналистов я постепенно развивался в этом направлении мне нравились моменты мне нравилось это гламурность что можно свадьбу показать именно такой красивой и вообще эмоции между невестой и ее родителями эмоции между женихом и невестой и как это все можно прекрасно показать это все очень сильно вдохновляло и именно на этот шаг снимать свадьбы и видимо получалось дата первая свадьба она получилась у меня до руки дрожали но она получилась как ни странно но я потом продал книгу этим ребятам то есть я с первой же свадьбы сделал книгу и все это ну на это мне вдохновил ервант за на занян австралийский фотограф входит в топ входил и входит в топ 10 лучших фотографов мира вот там поверь по разным по разным по разным версиям вот вот так вот так эмиль вот ты все свадебный фотограф как бы утвердился пошел этой дорогой скажи реакция близких родных то есть ты юрист наверное в семье были какие-то планы тебе на тебя как на юриста ты вот решил стать фотографом как реакция была реакция была как и всегда отрицательная сначала потому что когда я покупал фотоаппарат там я сказал родителям они мне сказали зачем это тебе нужно вообще что за бред вообще зачем о чем ты говоришь какой фотограф ты что будешь фотографом сказал да я хочу стать фотографом мы все вот и я думаю думаю что именно вот это то что я настойчиво сказал это и повлияло вот ну потом стали постепенно привыкать и уже поддерживать они вот радуются твоим победам достижением то есть они вообще в курсе какого уровня ты добился фотография не понимают или ты для них как бы просто фотограф я для них просто сын просто сын да дома я дома обычный фотограф который сидит вечно за обработкой каких побед добился мне кажется еще не добился побед вот я самого начала поставил себе цель что я хочу там стать тоже в топе май в это я смотрел на краснодарских фотографов и хотел быть наравне с ними находиться в одном ряду мне очень понравился сайт май вэт на тот момент он был уже такой похожий на европейскую фотографию и там появлялись такие интересные снимки они тоже очень сильно вдохновляли вот ну последующим это знакомство с фотографами дружба так далее понятно вопрос в тему семьи еще один очень важный для меня ты заказываешь фотосессии для своей семьи то есть вот фотографируешься семьей чтобы это дело профессиональный фотограф либо сам фотографируешь как-то уделяешь этому я иногда снимаю семью иногда совсем вот и хотелось бы конечно заказывать фотосессии но пока что нет нет возможности сейчас то ли времени нет возможности по времени да я понял да сапожник без сапог как всегда да да у меня отношение к семейной фотографии поменялось кардинально с рождением ребенка я понимаю что время идет сегодня он там просто лежит завтра он пополз потом быстро пополз встал сказал слова он меняется каждый день и я понял что блин а я как бы пропарил то есть ну все меняется каждый день и наши родители и дети и мы сами как бы не боишься ты вот пропустить этот момент пока у тебя нет времени и не будет памяти потому что это проблема у фотографов и у меня такое тоже есть я сейчас каждый год с ним семью фотографирую на новый год это точно и в течение года с женой там три-четыре фотосессии мы себе заказываем просто из истории это пункт который нужно сделать чтобы потом смотреть вот на эту тему все верно ты говоришь принципе вот в таком порядке я делал есть я снимал пока дети были маленькие я иногда их снимал может быть не так часто как имен кулиев это делает но есть снимки так сказать там из рождения есть и как раз это было ознаменовано вот занятие фотографии когда я начал заниматься вот в этот год родилась моя дочь и у нее очень много снимков то есть я ее очень много снимал сейчас ей пять лет она не дается так сильно вот и позирует но я думаю что я буду продолжать и снимать и не только и сына и жену и вообще там родителей это важная тема особенно для нас как для семейных если мы не будем это делать и будем показывать пример то фотография в скором времени может потерять вообще свою актуальность что ли но еще и печатать фотографии нужно я тебе рекомендую вообще вот делать книги свадебные мне тоже где я поддерживаю эту идею это это круто и пытаюсь продвигать это коллеги а ты обещаешь я уже это делаю да уже книги до книги фото есть семейная книга у тебя у меня пока нету ну вот будет это будет это обещаю если что обращайся хорошо скажи пожалуйста вот ты в принципе начал набирать обороты то есть ты вот стартанул очень резко за три года именно в профессиональном плане как фотограф что послужило вот толчком для такого прогресса что ты делал там какая-то волшебная таблетка есть пилюля или ты просто купил фотоаппарат дорогой и все получалось ну вот как у всех в принципе до топов там же все от фотоаппарата зависит ты видимо взял такой же да и как бы вот за три года скажи вот в чем вот эта соль для людей которые только зашли фотографию вот к чему им готовится и как себя прокачать я скажу об этом это очень это очень актуальный такой вопрос вообще как войти в свадебную фотографию и вообще мне кажется именно вот в свадебную да да там семейную можно посчитать также детскую фотографию ну свадебная семейная вообще да а значит во первых желание большое снимать любовь к фотографии любовь к своей любовь к людям любовь к своей работе так сказать это становится твоей работой вот это уже то есть получается ты должен отложить все все чем ты раньше занимался и именно жить фотографии вот в таком случае возможно как бы именно прогресс в этом плане а также общение с коллегами общение с event партнерами то есть это видеограф и вот что 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 мне дало именно вот вот этот толчок на что ты спрашиваешь я познакомился с видеографом который заметил вроде бы во мне что-то интересное что неплохо вроде снимаю получается и пригласил меня на одну свадьбу потом еще на одну он меня даже поправлял очень часто я приносил снимки обработанные снимки на диске вот мы вместе их упаковывали и давали молодоженам клиентам вот и прежде чем упаковать он открывал снимки и проверял баланс белого то есть вот со своей колокольни он пытался меня тоже как бы учить я этому очень вообще благодарен что у меня на пути такие люди встречались вот их было мало кто мог подсказать помочь но они были да также сопутствующим таким еще таким фактором является техника это техника на которую ты снимаешь то есть чем раньше ты обзаведешься всей техникой попробуешь и ну не просто купить фотоаппарат чтобы он пылился а именно нужно покупать и нужно снимать мне повезло что я встретил этого видеографа и мы вместе сняли в этот в первый год получается где-то около 20 свадеб вот то отсюда и пошел сарафан на дальнейшее могу рассказать и об этом это так сказать допустим если взять армянскую свадьбу и русскую свадьбу здесь есть такой вопрос на армянской свадьбе 150 200 гостей все свои все самые родные как бы да но с этой свадьбы 200 человек их 200 человек с этой свадьбы 20 ты встретишь на другой с той свадьбы и вот таким образом перемешивается почему фотографы которые снимают национальные свадьбы имеют много свадеб они снимают много свадеб потому что именно вот вот этот вот момент то что ты встречаешь постоянно одних и тех же людей увеличивается твой сарафан а тебе говорят клиенты как бы они видят как ты работаешь друг другу рассказывать чтобы классный фотограф был возьмите это тоже как бы влияет допустим если взять дагестан дагестан ну я слышал такую как бы версию или не версию не рассказывали вот кемран тот же самый рассказывал кемран ширали что если ты снимаешь свадьбу эти свадьбы в дагестане заканчивается в девять вечера почему потому что им надо на следующий день идти на другую свадьбу и так далее там в обед люди с работы отпрашиваются приходят на свадьбу покушают поздравят и уходят опять на работы то есть понимаешь это из-за обособленности обособленность нации обособленность народов да и как бы вот так если бы я снимал русские свадьбы на русских свадьбах там 20-60-70 человек правильно как правило меньше я бы еще не встретил потом да вот эмиль в твоем ответе прозвучал еще ответ на мой еще один вопрос сложное предложение в общем есть вопрос фото комьюнити нужно фотографу или нет я так понял что это нужно потому что это один из пунктов которые помогли тебе развиваться да то есть общение с коллегами и так далее давай подытожим первое что я понял это как бы жить фотографии до полностью пропитаться вот быть в чтобы фотография была вокруг тебя все время снимать второе это общение с комьюнити если есть какой-то наставник это вообще замечательно но с этой сферы в твоем случае это был видео он видеограф но человек все равно из из нашей сферы и третье ты сказал об особенностях национальных свадеб да то что ты начал с национальных это тебе дало большой сарафан то есть жить фотографии комьюнити куратор какой-то и развивать сарафан то есть вот три основные в данном взгляд одного куратора недостаточно вот нужно дружить с фотографами и общаться постоянно с друг другом на перегонки играть понимаешь то есть то есть доброе соревнование да 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 у меня очень много друзей с которыми я просто часами проводил в разговорах по скайпу по телефону это было обсуждение серий слава богу что интернет уже такой появился более менее и мы могли по скайпу спокойно смотреть друг друга портфолио и общаться вот плюс со временем у нас в регионе очень стали вроде бы стали дружить потому что сначала не было такой дружбы вот общение с коллегами само собой это вот я очень рекомендую всем начинающим фотографам чтобы они не сидели дома и не замыкались своих ракушках а именно выходили конечно 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 а скажи вот это достаточно такой открытый человек очень общительный и вот есть но и да я тебя знаю как такого ну то есть там ты можешь позвонить я могу позвонить им не звонил когда я сделал первую работу у спирина после мастер-класса ты позвонил сказал скажешь как бы есть пару моментов я тогда совсем иначе снимал совсем иначе видел ну то есть тебе как бы грубо говоря тебе не влом ну слова некрасивая но вот как бы тебе сначала позвонить сначала мне нужен был человек который меня поддерживал и как-то вел потом я становлюсь таким человеком ко мне очень много обращаются фотографов новичков которым интересно я всегда открыт к этому могу подсказать вот я тебе позвонил ты мог бы там обидеться да на это сказать ну типа не твое дело да да имел полное право да но я с таким тоном с таким настроением к тебе нет и ты обратился что мы были знакомы вроде бы я скажи вот это вот переносится на клиента то есть как ты думаешь фотограф для пары это друг или все-таки профессионал насколько близко вот ты заходишь к паре потому что между фотографами очень близко но во всяком случае со мной как бы нет никаких вообще из истории там сам подумай я сейчас занят то есть ты открыт ты все делишься всем как происходит с парой с парой с парой происходит точно так я как с фотографами дружу так я хочу со своими клиентами дружить именно вот есть разные категории есть клиенты которые не нужна дружба они заказывают профессионала и не собираются они прямо очень сильно дружить если дружат то очень редко вот фотограф приходит снимает он уже на месте начинает познавать пару и подбирать к ним подход вот у меня чуть по-другому ко мне приходят уже осознанно мои пары вот и сразу какие совпадения происходят да там что-то общий интерес нравится стиль нравится фотография то есть все-таки больше друг да ну как бы есть такой вообще не я неправильно сделал вывод ты как сказал есть клиенты которым не нужен друг нужен профессионал то есть ты в принципе меняешься да вот эту роль ты смотришь по человеку если ему надо а тебе комфорт не работать как как друг друг как друг да наверное больше профессионал нужен свадьбам с большим бюджетом да как я понимаю дело не в этом нет это от людей зависит просто зависит от людей мы все разные но мы все в одной упряжке как говорится но мне кажется и вот у нас у всех как будто бы роль вот и кто-то надевает маску на себя входя в роль а кто-то какой есть такой и есть вот в этом разница да я понял просто почему-то у меня такой стереотип навязанный наверное что дорогие богатые свадьбы там люди заняты и у них нет времени им не нужно ничего пришел отснял ушел здесь чуть другое объяснение идет допустим вообще вся структура свадебного рынка она как пирамида вот об этом уже многие говорили допустим нижний слой пирамиды фундамент это те если брать клиентов и фотографов я беру в одном как в одной параллели здесь много фотографов и много клиентов много фотографов да это не нижний такой ценовой ценовой сегмент нижний да вот и этим клиентам не важно качество им важно цена потому что в этом сегменте если много фотографов само собой у них будет низкая цена они не смогут держать цену вот их много это новички начиная там вот пяти условных единиц примеру до 20 ну пример если брать наш город кто-то продолжает в общем таким образом происходит вот переходы такие небольшие следующий этап вот следующий слой этой пирамиды и получается он чуть-чуть уже меньше меньше фотографов и меньше фотографов и меньше клиентов они уже был более-менее обращать внимание на фотографа там хочется какой-то стиль вот но они тоже не готовы распрощаться с деньгами понимаешь вот ну и фотографы само собой начинают себя ценить потому что они обладают большими знаниями они обладают каким-то вкусом прошли много мастер-классов и так далее вот в нижнем кластере там многие даже на мастер-классы не ходят вот просто снимают и снимают как научились и есть самый верхний сегмент в котором допустим вот на самом верху их там этих клиентов может быть 20 и на них один фотограф и сразу же в один день эти 20 не женятся вот это типа вот как саплин рассказывал у него такая вот такое деление типа louis vuitton то есть это здесь брендовость имеет значение да то есть фотографы приглашают уже ради имени вот знают что качество будет нормальным как бы ну там там уже да а скажи что на сегодняшний день нужно клиенту от свадебного фотографа индустрия меняется и очень быстро вот то что я вижу из года в год ну нереально развивается на мой взгляд во всяком случае согласен как думаешь что вот в 2018 нужно клиенту от фотографа чего он ждет вообще клиенту от фотографа нужно 10 фотографий нормальных очень интересно да это фотография это портрет невесты портрет жениха они оба с родителями с друзьями совместная общая фотография и момент надевания колец и выход с загса к примеру это образно да я думаю что это 10 и получилось да но я я тебя понял да общий смысл да то есть на самом деле я очень много сталкивался с ребятами там друзья мои обращаются и там иногда бывает бесплатно снимаю свадьбу кому-то это мои может быть близкие друзья либо это парочка я сам хочу снять им просто свадьбу и все я говорю давайте я сниму вашу свадьбу они очень рады и когда я снимаю и понимаю почему они не хотели особо тратить потому что ну на фотографа есть такие тоже понимаешь которые ценят фотографа но они прекрасно понимают что наняв примерно любого фотографа в этом сегменте он их снимет эти 10 фотографий зачем переплачивать понимаешь эмиль вот ты сказал 10 фотографий и вот теперь ты попал в мега актуальную тему потому что сейчас я смотрю постоянно там развиваюсь смотрю мастер-классы и пришла такая штука как бы да мне и сказали что как бы не было свадебные фотографы вот вы все такие клевые молодцы там ищите какой-то креатив интересные кадры но не забывайте что свадьбы это объединение двух семей а когда дело касается семей здесь больше работает семейный фотограф и как раз таки люди ценят семейные фотографии то о чем ты сказал внимание вопрос нужно ли вот вот сейчас активно культивируется вот прям пропагандируется репортаж типа никакой постановки нужен репортаж семейные кадры это не репортаж эта постановка это фотографии в рамочку это чек-лист который обязательно должен быть быть как ты смотришь на постановку то есть это вот репортаж 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 это все-таки навязывается или к этому все идет и постановка будет уходить на второй план то есть очень легкое объяснение этому всему смотри вот если взять свадебный день, это, грубо говоря, история, которую мы создаем, которую мы сохраняем для наших клиентов, именно вот свадебный день. И это история свадебного дня. И в историю свадебного дня, само собой, кроме вот этих вот основных кадров, должны войти еще какие-то кадры. Вот с помощью репортажа мы их передаем, получается, понимаешь. То есть, если взять эти 10 фотографий в разных местах, их же можно поместить там, допустим, семейный портрет не обязательно делать утром, его можно сделать вечером. Вот между всеми этими снимками их можно разбавить, так сказать. Какими-то интересными кадрами. Ведь свадьба не только как бы для молодоженов. На ней радуются на этой свадьбе друзья, родственники. И вообще сейчас настало такое время, когда хочется показать свадьбу. Не только сохранить ее в книге, а именно сразу показать актуальность. Поэтому я считаю, что плюс к этим 10 кадром еще 40 кадров. Вот. Итого 50. И за 50 кадров можно показать всю серию, всю историю свадебного дня. И эти 50 кадров также войдут в фотокнигу, в историю свадебного дня. Понимаешь? Да. Скажи тоже в тему фотографов и фотографии. Мне очень интересно, что в твоем понимании идеальный фотограф, то есть портрет идеального фотографа. Какими качествами он должен обладать, чтобы быть хорошим фотографом? На твой взгляд, опять же. Интересно твое мнение. Ну вот если взять, опять же, мы все разные люди. Кто-то относится к этому очень, знаешь, щепетильно. Для меня это как бы человек, ну нормальный человек должен быть в первую очередь. Обладающий навыками владения техники, имеющий художественный какой-то вкус. Не просто как столб стоять в одном месте, да. Вот. Ну и плюс выглядеть как бы тоже должен нормально. Вот так. Я думаю, что... То есть техническая сторона? Техническая сторона, да. Изобразительная фантазия, да, какое-то что-то должно быть в нем творческое? Техника, культура. Культура, ага, культура. И что еще? Эстетика. Эстетика внешняя именно. Ну да, да, да. Также у него должно быть внутреннее воспитание, это культура, да. Как бы там, что он должен быть нормальным, адекватным человеком. Мне кажется, под нормальным... Можно водички? Мне кажется, под нормальным, адекватным человеком ты закладываешь какие-то основы морали, да, которые есть в человеке, из которых и строится вот это само наше поведение. То есть там кто-то добрый, открытый, это в нем заложено, и он такой всегда. Кто-то, наоборот, более замкнутый, там у него есть свои какие-то приколы, и он такой тоже всегда. То есть больше... Я считаю, что кесареву кесареву. Если он открытый, добрый и спокойный, то к нему такие клиенты и придут. Отсюда уже возникает стилистика самой съемки. Кто-то любит улыбаться, беситься, прыгать, бегать. Я про фотографа говорю. Вот к нему и будут приходить, потому что он, какой он есть, он этим самым показывает свои работы такими. Возьмем, допустим, можем пример привести. Давай. Артем Кондратенко. Да, я был на мастер-классе. Было у него? Да. Очень веселый, открытый, позитивный человек, всегда рад, компанейский. Если он заходит куда-нибудь, все, там уже все вверх дном крутится, все бегают, прыгают. И его портфолио именно такое. И к нему приходят такие клиенты. Я не думаю, что он придет навстречу. Ладно, об этом не надо. Я не думаю, что к нему придут не смешные. В смысле, я не думаю, что к нему придут люди, которые будут грустно сидеть навстречу и говорить, да, мы хотим попрыгать. Это, кстати, он рассказывал, я слышал. Поэтому вот этот момент очень важен. Наши клиенты, они похожи на нас чем-то. Согласен? Есть такой момент? Я согласен, но не всегда. Все равно, так как мы работаем много. Бывают исключения. Бывают исключения. Они могут быть на нас похожи какой-то долей, допустим. Отчасти по-любому. Мы все люди примерно похожи на друг друга, потому что мы умеем разговаривать, нам нравятся звезды, нам нравятся закаты. Это наша общая такая схожесть. Правильно? Да. Нам всем нравится высота, нам всем нравится вода, море и так далее. Но есть еще более детализирование. Если больше структуризировать этот момент, то получается, что, к примеру, мои клиенты не любят летом жениться. Да, ты рассказывал, я был удивлен. Понимаешь? Вот от чего... Ну, плюс еще и регион здесь такой. Понимаешь? Если бы мы жили, к примеру, где-нибудь в Питере, там мои клиенты бы и летом женились бы. Понимаешь? А здесь летом, как бы, такой климат очень жаркий и летом отсюда вопрос. Мои клиенты летом работают, они жениться. Понимаешь? Хорошо, спасибо за ответ. Скажи, у тебя есть какое-то хобби? Хобби? Да. Вот, ты знаешь, мое хобби, это была вообще фотография, и она стала в дальнейшем, как бы, любимой такой работой и занятием. Я считаю, что мое хобби, это отвлекаться от свадеб и снимать что-то для себя. А, то есть тоже фотография, но другой жанр, грубо говоря, да? Да, да. Там может быть семья, портрет, что-то такое. Да, я думаю, что именно вот в этом плане. Прикольно, прикольно. И еще, нужно развенчать миф об амбассадорах, потому что он точно есть. Вот для меня амбассадор это такой, ты сидишь на троне, ты у нас амбассадор Фуджи, X-фотограф. Фуджи-фильм. 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 Фуджи-фильм, это гора Японии. Хорошо. А Фуджи-фильм это фото. Амбассадор Фуджи-фильм, компания Фуджи-фильм. Вот в моей голове ты сидишь такой на троне, к тебе приносят технику Фуджи, наймель, бери, все бесплатно. Пользуйся, тест, как бы пиши нам обзоры, давай мастер-классы в рамках компании Фуджи. И вот какой-то такой вот образ человека, которому компания делает все, просто все, для того, чтобы он снимал на эти камеры. Я так скажу, Фуджи подарков как бы технику не дарит никому. Вот, во-первых, ну зависит от компании. Может какая-то компания и дарит. Я вообще, ну меня в Фуджи никто не притягивал, в Фуджи-фильм. Мне понравилась эта техника, я начал снимать, и я познакомился с представителями на выставках. Вот, и им понравились мои работы. В общем, вот как-то так. И, знаешь, ко мне тянулись люди и прислушивались ко мне. Вот, они заметили это. И сказали, будешь нашим амбассадором, ты будешь нашим королем. Вот, как в той песне. Таким образом, я вот стал амбассадором Фуджи-фильм. Вот, что мне дает это? Я снимаю на технику Фуджи-фильм. Я постоянно тестирую новую камеру, новые камеры. Вот, обзоров я еще таких прямо не делал. Вот, у меня нет такой задачи. Ну, я тестирую и рассказываю об этом там в соцсетях и среди своих коллег, друзей. Вот, плюс я часто очень выступаю спикером на всяких презентациях. Как бы амбассадор – это как представитель категории в массах. Вот так. Да? Я думаю, что такое объяснение можно дать. Вот, ты сейчас сказал за мастер-классы, то, что выступаешь спикером. Ты сам ведешь мастер-классы. Скажи, вот, тебе какой формат МК больше нравится? Вот, как мастер-класс, когда приехал и провел, или как школа, когда у тебя есть ученики, и ты смотришь за их развитие? Я, да, с недавних пор стал проводить мастер-классы. Уже здесь, в Краснодаре, где-то 3-4 мастер-класса провел. Вот, скоро у меня, вот, в Сочи будет мастер-класс. Можно будет тоже показать снимочки. Покажем? Да. Планирую мастер-классы в мае или в июне провести. Кроме этого, я очень много организовываю различных мастер-классов и сам посещаю их. То есть, я не перестаю учиться, постоянно мне интересно. Вот это важный момент. То есть, ты продолжаешь учиться. А скажи, как мастер-класс мне нравится, вот, любой вариант мастер-класса. То есть, я могу проводить мастер-класс и как школа, и следить, как люди развиваются, как развиваются в своем пути, так и проводить мастер-классы в виде воркшопов, где я буду сдавать задания и проверять их. А тему коучинга не рассматривал? Вот тема коучинга, это и есть, как школа. Да, да, да. Личностная, либо общая. Ты ведешь. Есть у меня и тема коучинга. Ну, как коучинг, это такое новое, модное такое слово. Ну, это наставник, который работает, грубо говоря, с одним человеком. То есть, вы договорились, и у вас там все, и портфолио-ревью, и какие-то по маркетингу советы, и по продвижению, по продажам. Просто ты ведешь человека, смотря какая задача стоит. По маркетингу может быть и не быть. Может быть и по художественному какому-то моменту не быть. Просто продвинуть человека, чтобы он стал фотографом. А как ты думаешь, сейчас, чтобы стать успешным коммерческим фотографом, достаточно просто круто снимать? Вот ты просто клевый и хорошо снимаешь. Нет, недостаточно. Недостаточно. Все к этому приходят в выводу. Я думал, может, ты как-нибудь... Сейчас, ну, Саш, если ты круто снимаешь, тебя заметят. Но в сегодняшнем мире это надо быть болваном. Просто снимать круто и ничего больше не делать. Согласен. Это уже само собой, разумеется, ты будешь в теме. Понимаешь? Если ты круто снимаешь, значит, ты крутой чувак. И с тобой будут знакомиться. И рано или поздно ты пойдешь вперед. Все. Вот у каждого есть своя дорога. Понимаешь? И когда я смотрю на успехи других фотографов, я только радуюсь за них и говорю, вот сукин сын, молодец. Потому что я понимаю, что различные обстоятельства, различные пути, факторы, которые могли повлиять на путь этого человека, на путь этого фотографа, они просто совпали. Ну, смотри, я живу в Краснодаре, ты живешь в Новороссийске. Я хочу переехать в Москву, ты хочешь переехать в Краснодар. Хоть что бы, чтобы что-то изменилось. Не то, что ты хочешь, а ты должен переехать в Краснодар, чтобы что-то изменилось. Понимаешь? Это как бы вектор развития, да? Да, да. Либо сразу в Москву, а еще лучше в Нью-Йорк. Правильно? Ну, да. Локация тоже важна. Окружение и регион. Играет и влияет. Ну, можно попасть в Москву и потеряться там. Можно. Если не следовать тому, что я говорю. Знакомиться с людьми, общаться. Да. Дружить. Не знаю. С одной стороны, это слишком навязчиво, может быть, получается. Да? Ходить и свою дружбу всем предлагать. Мне кажется, это так не выглядит на деле. Да? Ну, это нереально. Ну, нереально подстроить что-то, что ты пришел. Проводятся же различные там сборы фотографов. Ну, тусовка. Тусовки там в виде вечеринок, в виде каких-то квартирников. Ну, пойди туда, познакомься. Ты ходил? Нет. А я ходил. У меня проблема с тусовкой. Давай пять. Молодец. Пойдешь? Пойду, конечно. Смотри, у нас вообще такая волшебная профессия. Я взял два чемодана, как бы у тебя два фотоаппарата, и ты можешь ехать куда. Ну, куда хочешь. То есть, ты, в принципе, не привязан. Фотограф – это универсальная, как бы, профессия. Ты можешь работать везде, если у тебя есть голова и какой-то шаблон, ну, какие-то идеи в плане новых проектов и какой-то крутой фотографии. То есть, ты можешь, в принципе, везде развиваться. Да, есть, допустим, можно взять два фотоаппарата и поехать куда-нибудь. Но для кого-то стать фотографом – это просто долбить. Монеты будут сыпаться. То есть, бизнес. Не то, что построить бизнес, а просто ремесло. Это просто ремесло. И это очень, как бы, тоже хорошо, когда человек… У него нет амбиций. У него есть амбиции накормить свою семью и заработать больше бабла. У меня такого нету, понимаешь? Для меня фотография – это такой творческий путь, связанный больше с достижением какой-то невидимой цели, чем реальной. Вот так сказать. На перспективу, да? Ну, может быть, да. Ну, то есть, есть конечная цель. То есть, я знаю, что вот я иду к ней, иду, 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 иду. То есть, я поставил выше цель. Вот. Эмиль, скажи, вот буквально там еще парочка вопросов. Что важнее? Как снимать или что снимать? Что для тебя важнее? Что ты снимаешь или как снимаешь? Это как яйцо или курица. Кто первым появился, да? Яйцо или курица? Ну, такой вопрос. Как снимать и что снимать? Что важнее, да? Это оба важные факторы. Это еще есть, еще факторы есть, кроме этого. Как снимать, и что снимать, и где снимать. Вот. Это тоже. Вот смотри, давай на примере. То есть, хорошие фотографии. И что требуется снять? И что в голове у нас, получается, вертится, крутится, понимаешь? Мы же художники. Да. И поэтому, что снимать и как снимать, это вот такие вот, знаешь, как парабола называется? Синус-косинус, да. Синус-косинус, да. Вот это вот вся тема, понимаешь? Они вот пересекаются вместе, вот. И где вот нормально пересекутся, будут шедевры. Вот вопрос основной, что крутой фотограф вывезет везде, или все-таки крутой фотограф, он и потому крутой, потому что он снимает красивые свадьбы, где уже, в принципе, и так картинка гуд, и он дожимает это все своим мастерством, показывает что-то нереальное. То есть очень-очень клевый фотограф, там, в хрущевке сборы, отснимет он круто, как думаешь? Конечно, он отснимет круто, но относительно чего круто, понимаешь? Относительно другого фотографа, да, который есть? Нет, нет, нет. Смотри, в хрущевке он отснимет, если он очень хороший фотограф, развитый во всех направлениях, а что немаловажно, потому что мы должны быть во всех направлениях, развитые. И файн-арт суметь снять, там, и чернуху, понимаешь? Вот всякие такие моменты. То есть в хрущевке он снимет черно-белое будет, но это будет классно, это будет со светом, какие-то текстуры, сюжеты, интересно, разноплановость какую-то начнет, понимаешь, снимать. Ты сейчас рассказываешь, что бы ты делал, видимо, да? Ну, конечно, потому что, а иначе как, в хрущевке ты файн-арт будешь снимать, что ли? Ну, я был на мастер-классе, когда мы снимали в месте, где был мастер-класс, то есть там был кусочек света на карте и работали с ним. Ну, да, получается мы, и так сделает каждый, понимаешь, кто умеет. Ну, да, но все-таки видишь больше, как снимать получается. То есть если ты клевый, то, в принципе, как снимать? Вот, но чтобы получить вот эту вот красивую картинку, которая сегодня в большинство принято, в большинство массах, да, она принята, это красивая такая, красивая картинка, ну, еще где снимать и кого снимать, понимаешь? Вот, там, раскованные ребята или не раскованные, Италия это или Старокорсунская. В общем, это система, где все должно сработать. Конечно, конечно. Отсюда и появляется вот эта вот сбалансированность. Поэтому эту тему можно развивать, Саш, до бесконечности. Да, я понимаю. Об этом уже многие фотографы говорили, как бы, то есть уже скопилось. Можно целую философию развить в этом направлении. Вот смотри, еще вопрос чуть-чуть не в тему, но он тоже один из важных для меня. Мне хотелось бы услышать от тебя ответ. Я убежден в такой теме, что если человек добился какого-то успеха в одной сфере, и вот он почувствовал вот этот вкус, да, успеха, то есть он, в принципе, это может перекладывать из сферы, из одной в другую, идти, да, у него есть какой-то рабочий алгоритм, как от никто дойти до куда-то. И он может вот таким вот образом добиваться прикольного, из истории талантливый человек талантлив во всем. Вот это для меня, вот в моей голове так это. Есть алгоритм успеха, да, грубо говоря, он знает, что делать и может добиваться этого. Вот расскажи, какая-то победа у тебя была. Это может быть вообще все, что угодно. То есть главное, вот сработает это здесь или нет? Было что-то такое? Цель победителя, да, называется это такой вопрос? Цель победителя. Было? Ну, прям таких сильных побед не было, как бы, но если взять, допустим, в школьные годы, я по физической культуре там не особо сильно отличался, но мне всегда хотелось быть первым. Я первым стоял в строю, самый высокий был. Я был всегда лидером, там, баскетбол, волейбол, побегу, к примеру, там. Бег на три километра, помню, у меня одноклассник был, тоже армянин, Эдик. Значит, почему-то вот он раньше меня прибегал. Это был восьмой, девятый класс. И мне всегда, я задавался вопросом, как он бегает так быстро, как реактивный? И что? И он стал старше становиться, и задумываться. То есть это какой-то алгоритм существует, что он делает? Я поставил цель, что это должен быть первым я, понимаешь? Потому что я потом, там, через полгода стал первым. Я понял, что нужно приложить усилия. Вот в беге, даже в беге, нужно приложить усилия. Нужно сильнее размахивать руками, выдержать темп, потом набрать обороты, понимаешь? Вот. И я стал первым в школе, потом первым в округе и на соревнованиях. То есть если бы я дальше пошел, я бы должен был добиваться чего-то. Не просто так, понимаешь? А, и еще, мы бежим 3 километра в Краснодаре, я помню, район университета. Болгария, университет, в этом районе бегали. И у меня такой вопрос был. Блин, ребята, вы вообще зачем сюда пришли? Я их обгоняю, они вообще не могут бежать и ничего. То есть они не прикладывают усилия и у них нет цели, понимаешь? Вот в чем вопрос. У меня была цель победить. Хоть и маленькие победы, но... Но все равно, вот если это есть у человека, он реально... Вот эти вопросы, есть ряд вопросов, которые я хочу спрашивать у всех, и мне кажется, очень многие будут отвечать похоже. Давай сделаем вот вывод. Значит, смотри, получается, что с самого детства были цели. Это были какие-то маленькие победы. Выигрывал в теннис, в волейбол мы становились лучшими, в баскетбол. Это было в классе, был лидером в каких-то моментах. Беги на три километра, я стал лучшим в школе, лучшим в регионе, в своем. Второе место в Краснодаре занял побегу. То есть если бы я дальше продолжал, то я должен был бы стать победителем. Понимаешь? Ну, или хотя бы рядом с победителями. То есть всегда вперед. А скажи буквально в двух словах планы на будущее. То есть я понял, что у тебя есть цель. Может, ты можешь поделиться на какой-то небольшой промежуток времени, какие-то планы, задачи, цели. На будущее я вот в 2018 году хочу сделать такую вот череду мастер-классов провести. Вот. Больше хочу заниматься обучением. Снимать тоже и обучением. Мне кажется, что когда ты начинаешь проводить мастер-классы, обучать, это очень тебя дисциплинирует и повышает твои знания. То есть ты подготавливаешься к мастер-классу, ты постоянно ищешь новую информацию, работаешь над собой. И плюс общение. Общение с молодежью. Понимаешь? Потому что, грубо говоря, у меня сейчас 38 лет. Не знаю, молодежь наступает на пятки. Ну, надо же с ними в тренде быть. И я таким образом общаюсь с фотографами, которые моложе у меня. Я думаю, что я буду всегда в тренде с ними. Я отчасти от них тоже что-то себе берешь. Да, я буду подзаряжаться. Конечно. Но новости, тренды, мода, стили, они очень быстро меняются. Сейчас очень сильно все прогрессирует. Очень сильно. Просто ты можешь уехать куда-то в отпуск, вернуться и все поменялось. Потому что, ну, много чего может поменяться, да? Да, согласен. Может река повернуться в другую сторону. Скажи, давай прям уже все последнее, последнее. Буквально какой-то такой фирменный совет от Эмиля всем начинающим, продолжающим. Если не трудно. Фирменный совет, делайте хорошо, радуйте близких и дружите. Спасибо большое за интервью. Совет от Эмиля прозвучал. Давайте заканчивать. Это был первый гость, первое интервью в этом формате. Я уверен, что все получилось. Ставьте лайк, подписывайтесь и все будет гуд. Еще раз спасибо, Эмиль. Спасибо тебе, Саша. Спасибо, что пришел. Всем пока. Пока, пока. Не забудьте про дизлайки. Один дизлайк должен быть. Один. Все, спасибо. Спасибо тебе, Леон. Саш, если плохо получится, я думаю, что мы переснимем эту программу. Мы переснимем, но у нас все хорошо получилось. Мы переснимем эту программу, если будет плохо. Хорошо. Еще раз, конец. Поговорите конкурс. Да, спасибо. Спасибо большое. Давай еще раз. Раз, два, вот смотри в кадр. И я говорю, да. Раз, два, три. Совет от Эмиля, фирменный совет от Эмиля прозвучал. Давайте заканчивайте.